Спорт в Ленинском округе процветает. Об этом говорят множественные соревнования и массовые мероприятия, которые собирают тысячи участников. Увлекаются жители разными видами активностей. Среди них и кёку-синкай. Такой вид каратэ, отличающийся более техническим стилем. У нас есть спортивная школа МБУ ДОС Шор Олимп, которая развивает этот вид спорта. Есть отделение, работают три тренера в этом направлении. Есть все группы до спортивного совершенствования, где кандидаты и мастера спорта занимаются. Это достаточно развитый вид спорта. Открытое первенство Ленинского городского округа по кёку-синкай в Видном проводят уже более 15 лет. В муниципалитете основоположником развития этого вида спорта стал Андрей Кузнецов, председатель Московской областной федерации кёку-синкай. На днях под его руководством во дворце спорта прошли очередные соревнования, которые собрали более 200 участников. Соревнования по кёку-синкай проходят в полный контакт, но при этом дети у нас в защитной экипировке для того, чтобы обезопасить здоровье. В каждой категории у нас первое, второе место, два третьих. Кто проигрывает полуфинал и занимает уже автоматом третье место. И призы, кубки, медали. География участников разнообразная. Почти все муниципалитеты Московской области, а также команды из Тверской и Владимирской областей. У меня этот вид спорта привлекает тем, что тут боевое искусство я изучаю, и лучше всего я тут становлюсь сильнее, быстрее и здоровее. У меня иногда возникали проблемы в школе. Я не мог постоять за себя раньше. Я не мог ничего сделать. У меня есть один враг, он очень сильный. Но сейчас я могу за себя постоять благодаря этой тренировке. Это первенство для многих участников стало отправной точкой в большой спорт. Ведь некоторые ребята на соревновательное татами вышли впервые. И, быть может, кто-то из сегодняшних победителей прославит Россию на весь мир. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.